В августе 22-го года из страны в качестве особо активных контрреволюционных элементов, это формулировка такая была, были высланы 160 видных деятелей культуры. Другим повезло меньше, их отправили в Сибирь. В школах запретили преподавание буржуазных дисциплин. Как думаете, буржуазные дисциплины это какие? В 30-е годы восстановили, в 36-м году это все было восстановлено, но интернационал-социалисты считали, что нужно это запретить. Так считали, Ленин, Троцкий. Как вы думаете, какие это были буржуазные дисциплины? Греческий и латынь. Философия и логика были запрещены, потом история. Потом историю вернули, но стали рассматривать как историю классовой борьбы. Дальше начались репрессии против церкви. В феврале 22-го года большевики конфисковали у церкви драгоценности якобы на борьбу с голодом. В июне, да, и в 23-м году те священники, которые готовы были принять большевистский режим, они называли себя Живая Церковь, провели собор и они отменили патриаршество. В июне 23-го года патриарх Тихон, это другая группа священников, признал законность советской власти. В 25-м году он был арестован, умер и нового патриарха не избирали. Кто мне напомнит, когда потом у нас было восстановлено патриаршество? 43-й год, а с гимном зазвучалось с 44-го. Значит, митрополит Сергий в июне 27-го года призвал паству к подчинению законной власти России. Его противники сгруппировались вокруг митрополита Иосифа. Власти вели антирелигиозную кампанию, был создан союз безбожников во главе с Емельяном Ярославским, настоящая фамилия Губельман. И вот этот союз безбожников издавал антирелигиозные журналы. В 43-м году все изменится. В 43-м году Сталин встретится с иерархами церкви, скажет, что церковь занимает партийную, то есть патриотическую позицию, что надо бы восстановить патриаршество, как они на это посмотрят. Ну, те сказали, да, конечно, очень хорошо. Ну, он сказал, мы создаем теперь комитет по делам церкви. Возглавит его, по-моему, фамилия человека была Крылов или Петров. Ну, иерархи ужаснулись, потому что Крылов, этот или Петров, он ведал в МВД вопросами борьбы с контрреволюцией в церкви. Они сказали, нет, нет, не надо, Сталин сказал, он хорошо знает ваши нужды. И этот человек стал защитником церкви. А вот Емельяну Ярославскому дали 15 минут, чтобы он набрался из помещения, где он издавал журнал «Безбожник», и там стали издавать журнал «Вестник Московской Патриархии». В 15 минут вымели. То есть вот так решались вопросы. Но до этого нужно еще было дожить. Поворот произошел в 36-м году. 6 февраля 1922 года ВЧК была преобразована в Государственное политическое управление, ГПУ. То есть из чрезвычайных эти органы превратились в государственные в регулярные. Что еще происходило в это время? Кульминацией НЭПа стал 1925 год. Бухарин обратился к призывам к крестьянству, прежде всего к середняку и богатому крестьянину. Звучало это так. Обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство. И на 14-й партконференции был принят план Бухарина. Его активно поддержал Сталин. Критиками выступали Троцкий, Зиновьев, Каменев. О них мы отдельно, об этой теме мы отдельно поговорим в значительно более интересном вопросе, чем НЭП. Это политическая борьба в 20-е годы. Экономическое развитие в период НЭПа было неравномерным. То кризис, то подъем. И связано это было с тем, что диспропорция между сельским хозяйством и промышленностью ее никак не могли устранить. Кризис хлебозакотовок 25-го года стал первым ударом колокола по НЭПу. И умные люди поняли, что с НЭПом скоро закончится. Но по инерции НЭП проехал еще несколько лет. Вот тот роман Олеши «Зависть», который я вам рекомендовал, он написан в 25-м году. Олеши был умным человеком. Он понял, что НЭП скоро прикажет долго жить. В 26-м году собралась 15-я партийная конференция ВКПБ. На ней была осуждена троцкистско-зиновьевская оппозиция, которая призывала к колониальному отношению к крестьянству, то есть к его эксплуатации. А с другой стороны были приняты поправки Сталина к написанному Рыковым проекту о хозяйственном положении страны и задачах партии. И здесь Сталин впервые зафиксировал осторожно ту позицию, которая победит в 29-м году. Он написал о том, что необходимо решительно ограничивать эксплуататорские устремления кулачества в условиях капиталистического окружения. С 26-го года начинает постепенно прорисовываться тенденция к отмене НЭПа. В 1926-1927 годах натуральные запасы хлеба превысили довоенные и составили 160 миллионов тонн. Но крестьяне хлеб не продавали, а промышленность задыхалась от сверхнаперенапряжения. Левой оппозиции, то есть Троцкий, Зиновьев, Каменев, предложили изъять у зажиточных крестьян, которые составляли 10% населения, 150 миллионов пудов. Но руководство не пошло на это, потому что это означало уступку левой оппозиции. Весь 1927 год сталинское руководство вело маневры по окончательному устранению левой оппозиции, потому что без этого нельзя было решать крестьянский вопрос. Любая попытка надавить на крестьян означала бы, что сталинская команда пошла по пути, о котором говорит Троцкий и Зиновьев, Каменев. На 15-м съезде Зиновьева, Троцкого и других левых оппозиционеров исключили из ЦК, однако после того, как они повинились, это называлось на партийном языке «разоружиться перед партией». Вообще партийный язык – это очень интересная вещь. Вот в советское время была целая анкета при обмене партийных билетов, ну и там был целый ряд вопросов. Ну, например, был вопрос «колебались ли вы?» Имелось в виду, вот, ну и после того, как один остроумный человек написал ответ на этот вопрос, это стало стандартным ответом – «колебался вместе с курсом партии». Понятно, да? «Колебались ли вы?» – «колебался вместе с курсом партии». Значит, после этого, после того, как они разоружились перед партией, их вернули, потому что вот этому сталинскому центру они были нужны для будущей борьбы с бухаринской командой. Борьба за отмена НЭПа развернулась как борьба за индустриализацию. И это было логично, потому что индустриализация была задачей номер один – самосохранение советского государства. В 1928 году Сталин совершил поездку в Сибирь и на Урал. В этой поездке он агитировал крестьян продавать хлеб. Ну, причем народ уже осмелел, и в одном из сел, куда он приехал, он говорил, ну, надо продавать хлеб. Ну, и какой-то крестьянин ему сказал, парень, вот ты спляши, я, может, тебе мешочек продам. То есть крестьяне отнеслись к этому очень-очень, так сказать, несерьезно.